Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной информационный блог от Славянской Церкви 27 дня в городе Сакраменто. Итак, как я уже говорил в прошлый раз, пришла осень, ну как бы осенний период нашей местности, и мы возобновляем после летних отпусков и каникул очень много наших служений. Так что будьте внимательны, сегодня будет чуть дольше информационный блог, чем это обычно. Я начну, как всегда, с информации о субботном служении. В эту субботу по Божьей милости буду проповедовать я. Поэтому молитесь, чтобы Бог особенным образом использовал меня в этом служении, чтобы эта весть, она касалась и моего сердца, и сердца каждого слушателя, преобразовывая нас с вами для того, чтобы мы все больше отражали характер Божий в нашей жизни. Субботу 14 сентября у нас будет членское собрание. И основной вопрос, и по сути единственный вопрос, который мы будем рассматривать, это бюджет на 2024-2025 год. В нашем церковном телеграм-канале представлен проект бюджета на этот отрезок времени, и я очень прошу вас ознакомиться с ним внимательно. Там вы найдете четыре столбика с цифрами. Первый из них это проект бюджета, который у нас был на 2023-2024 год. Потом вторая графа, это реальные расходы по каждому отделу. И третья графа, это проект бюджета на следующий год. Если у вас есть какие-то пожелания или замечания, то в том же телеграм-канале вы можете писать ваши вопросы, пожелания, мы сможем их там обсудить, взять во внимание и внести кое-какие поправки, если это будет нужно или это будет необходимость. Так что, пожалуйста, ознакомьтесь с этим проектом бюджета, чтобы вы были в курсе, когда мы будем обсуждать этот вопрос на членском собрании. Если же вы еще не являетесь членом вот этой группы в телеграм-канале, но являетесь членом Славянской Церкви, то обязательно, перейдя по ссылке в описании к этому видео, попросите, чтобы вас добавили в эту группу. Мы будем очень рады всех там видеть, кто является членом нашей общины. После летних каникул возобновляют, или уже возобновили, по сути, вчера свои встречи, клубы искателей приключений и клубы следопыт. Хочу напомнить, что и детские, и подростковые клубы, они встречаются в один и тот же день, это среда, 7 часов вечера, и мы с радостью будем видеть всех вас там. Но для этого нужно зарегистрировать своих детей, если вы этого еще не сделали. Если вам нужно больше информации, или вы не знаете, как зарегистрировать своего ребенка, для того, чтобы он мог стать частью этих клубных служений в нашей общине, то обращайтесь к руководителям этих клубов. Это Инна Цыганюк, которая отвечает за клуб следопытов, и Наталья Дамерджи, которая вместе с супругом отвечает за клуб искателей приключений. Также молодежь мы ждем на всех их встречах после этих каникулов. Напомню, это изучение Библии по вторникам, встречи молодежного хора по четвергам, и молодежные служения по пятницам вечера. Уже очень скоро также возобновится служение, которое обычно два раза в месяц у нас проходит по субботам вечером. Если вам нужно больше информации о жизни и служении нашей молодежи, то подписывайтесь на их телеграм-страницу GlowUse, и я думаю, что вы будете в курсе всех событий, планов, поездок, всех мероприятий, которые проходят и организовываются молодежным отделом нашей церкви. Также возобновляет свою работу после летних каникул и домашние церкви или малые группы нашей общины. Если вы хотели бы присоединиться к одной из таких групп, или же организовать такую домашнюю церковь у себя дома, или же вы готовы стать лидером одной из таких домашних церквей, обращайтесь, пожалуйста, к руководителю Мяснерского отдела нашей церкви Ильи Гриневичу. Это очень важная часть служения, потому что на этих встречах мы вместе изучаем Священное Писание, мы молимся друг о друге, и у нас есть возможность просто стать ближе друг к другу. Поэтому пользуйтесь теми возможностями, которые сегодня еще есть, для того, чтобы собираться вместе, исследовать Священное Писание и совершать служение для других людей в нашем обществе. Мы вас искренне всех приглашаем. Хочу напомнить, что в этом году молитвенная неделя у нас будет проходить с 28 сентября по 5 октября. Пожалуйста, не забудьте об этом, мы всех вас нетерпением ждем на этой встрече. А вечеря Господня в этом квартале будет 5 октября после завершения молитвенной недели. Также хочу напомнить, что 19 октября у нас будет праздник урожая, или День Благодарения, а 20 октября у нас будет детский фестиваль осенний. Не пропустите ни одно из этих мероприятий. Ну и также хочу напомнить, что семья из нашей церкви и дальше ищет жилье для себя. Напомню, так как они несравнительно недавно приехали, у них нет еще построенной кредитной истории, поэтому мы ищем те варианты, когда будет упрощенная система подачи заявок на жилье или возможность снять его в аренду. Так что, пожалуйста, если у вас есть какие-то предложения, пишите непосредственно мне. Мой номер телефона вы можете видеть сейчас на экране. Мы будем вам очень благодарны за помощь в этом вопросе. Молитвенный блок. Хочу и дальше просить вас, чтобы вы молили за нашу сестру Ольгу Питтл. Конечно же, мы не перестаем молиться за прекращение войны в Украине и на Южнем Востоке. Пускай Бог поддерживает и укрепляет каждого, кто в молитве обращается к нему. Хочу также еще раз пригласить всех вас стать частью программы «Молитва перед Грящей Горой». Нам очень нужны люди, которые готовы поделиться своим опытом, который они пережили с Богом. Я думаю, что Бог достоин для того, чтобы его имя было проставлено в нашей с вами жизни через эту программу в том числе. Она является благословением для многих людей, укрепляет веру многих людей. И хотелось бы, чтобы и ваша история, даже если она очень простая, на ваш взгляд, но это история нашего взаимоотношения с Богом. И она является очень важной частью этого служения и укрепления веры людей, которые нас слушают. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь ко мне, если вы хотели бы стать частью этой программы, гостем нашей передачи. Мы будем очень рады за ваше участие в ней. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 107, 4 и 5 стихи. Прославлю Тебя, Господи, среди народов. Воспою Тебя среди племен, потому что милость Твоя превыше небес, и верность Твоя достигает облаков. На благословит вас Господь, дорогие друзья, во всех ваших делах, в вашей жизни. И до встречи на наших служениях уже в этот суббот.